Новый закон, который устанавливает ответственность за неуплату алиментов. На сегодняшний день уже достаточно переговорено в Верховной Раде и принимаются законы с целью защиты детей, которым родители, недобросовестные родители, не выплачивают алименты. Я понимаю, что 80% зрителей моих это мужчины, и только 20% это женщины. Поэтому этим видео я могу поймать какой-то хейт, какие-то там комментарии негативные, но я хочу об этом поговорить и высказать об этом законе свое мнение. И поговорить уже о том, что было принято и какая на сегодняшний день вообще ситуация. Рассказать это все в цифрах, поэтому вот у меня компьютеры, ребята, я постараюсь здесь достаточно много читать, чтобы вы знали и понимали, потому что там много точных цифр, я все равно на память их не запомню. Значит, на сегодняшний день украинские суды приняли постановление о наложении административных взысканий за неуплату алиментов относительно 1240 человек, а в 803 лица уже выдано направление на отбывание общественно-полезных работ. Об этом сообщает пресс-служба центров пробации. Человека могут привлечь к общественно-полезным работам, то есть убирать улицы, отшкрябывать бумажки и все такое. Ну, делать какие-то работы в ЖЭКе в том же, не знаю, где-то там еще, где это вообще надо. Честно сказать, у меня знакомый мой когда-то давно отрабатывал, у меня не знакомый, а клиент, он отрабатывал, и там, по идее, ничего там практически не делал. Ему дали ножик, сказали, иди со столбов, со шкрябовой бумажечки. Он там пару дней походил, а потом ему сказали, какой ты молодец, больше сюда не ходи и не отвлекай нас. Мы тебе там все подпишем, заберешь и получишь вот эту формальную галочку, что ты что-то там отработал. Ну, я не знаю, может на сегодняшний день что-то поменялось, но так было раньше, я это точно знаю. По состоянию на 26 июля в органы пробации на выполнение поступило 1240 постановлений о наложении административного взыскания в виде общественно-полезных работ. 803 лица, выдано направление для отбывания взысканий. По данным центра пробации, более 296 тысяч гривен начислено за выполнение работ и перечислены в погашение задолженности по уплате элементов. То есть, ситуация здесь достаточно идет такая правильная, что человек отрабатывает, если у него денег действительно может и нету, такое возможно, он идет, проводит эти работы с ножичком, отшкрябывает бумажечки по 2 часа в день, и за это Джек или кто-то, не знаю, государство наше, это исполнительные службы, переводит деньги, и они идут на погашение задолженности по алиментам. Как отмечает пресс-служба, 388 человек уже отбыли назначенное судом количество чисто общественно-полезных работ и сняты с учетов подразделений пробации. Кроме этого, по их информации, на учете в органах пробации находятся более 1200 неплатильщиков алименты на собственных детей. Напоминаем, президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты прав ребенка на надлежащее содержание. То есть идет такая очень активная массированная кампания, что ли, или как это назвать, потому что все-таки детям платить алименты, чужих детей нет и все такое. Ну, честно сказать, мое мнение, это просто показуха. Ну, это мое мнение. Может, конечно, у кого-то оно другое и все такое. По поводу штрафов, по поводу прав. Вот это вам должна быть статистика достаточно интересна. Исполнительная служба с начала года вынесла 115 тысяч постановлений о запрете управлять автомобилями об ограничении выезда за границу и т.п. для родителей, которые не оплачивают алименты. То есть, друзья мои, если вы не платите алименты, вам могут закрыть выезд за границу. Вас могут лишить права управления транспортного средства. Это является новым. Такого раньше у нас не было. Видите, постановление выносят. Как оно, конечно, исполняется. Это пятое дело, как все в нашей государстве. Все красиво на бумаге. Да забыли про овраки. Но видимость работы создается. И что же у нас согласно нового закона? А согласно нового закона, за неуплату алиментов в течение 6 месяцев будет назначаться выполнение общественно полезных работ сроком от 120 до 240 часов. Кроме этого, также будут наказывать родители, которые уклоняются от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть штраф до 1700 гривен. Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения влечет за собой взыскание в виде выполнения общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. Уклонение лица от отбытия административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до 10 суток. Вот так вот заботятся о детях, принимают такие законы, которые, как я считаю, на кого-то повлияют, а на того, кто не захочет, никакого влияния не окажут. Это 100%. Потому что я не могу себе представить такой механизм, что не платильщик элементов сидит дома, ничего не делает, к нему приходят то ли эти работники пробации вместе с полицией, с исполнительной службой, то ли кто, то ли дядьки с автоматами в полицейской форме, я не знаю, берут его за шкирку и ведут мести улицы либо отшкрябывать бумажечки ножиком. Я такого не могу себе, в принципе, представить. И даже если такое ужасное с этим человеком произойдет для него, то он в дальнейшем просто там не появится. А механизма заставить его что-то делать у нас в государстве нет, потому что полиция не расследует элементарные преступления. А что уже говорить о таких для них незначительных делах? Я, конечно, хочу сказать, что все это очень хорошо, но у нас есть, я напомню, уголовная ответственность за невыплату элементов. И она есть. И каждый год статистика приговоров, статистика переданных в суд обвинительных актов уменьшается. Это происходит почему? Потому что полиция не хочет работать. Не хочет работать не только с этими делами, а с любыми другими делами. Я хочу от себя призвать людей, обязательно платите элементы на ваших детей. Обязательно. Потому что это ваши дети, вы их родители, и элементы платить надо. Это мое мнение. Тем более элементы у нас в стране достаточно незначительные. Это может быть 1000 гривен, 800 гривен. А если это в какие-то кучерявые годы было принято, это 200, 300, 400 гривен в месяц. Эта сумма на сегодняшний день, я считаю, достаточно небольшой. Вот это мое мнение, друзья мои. Если данное видео, конечно, понравилось, пальцы вверх ставите, на канал и не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание.